Что за это время произошло, пока мы с вами не встречались? Я сделал вот такую пристройку, вот видите, и здесь буду делать еще одну башенку. Вырезал в ней три окошечка вот так, вот она вот так будет выглядеть, часто к большой башне прирепляют маленькие. Ну и я решил. Но мне теперь нужна крыша, как всегда. И тут я увидел, я обнаружил в ячейке для яиц в упаковке вот такие конусы. Теперь я рассчитал в этот круг, прилеплю, здесь разрежу и буду подгибать вот так. Ну а потом подумал, как вот это мне залепить, чем и как. Так, ну, после того, как мы закончили с этим, не знаю, флюгер здесь поставить еще, флюгер. Ну, осталось мне вот это сделать и высушить. Ну а потом уже можно крепить. Ну и пока это будет соснуть, я подумал, может быть, действительно здесь что-то сделать такое. Окей? Пока вот берем вырезку и начинаю красать. Мне очень нравится мне с ней работать, с этой глиной. Как бы руки белые и такой, как, знаете, в кальке они. Мил. Миловый налет. Кожа не особо хорошо это переносит. Приходится постоянно мыть руки. Сейчас наделаем этих кирпичиков. Поклеим. Кстати, я пришел к выводу, что надо смазывать здесь жидким раствором клея ПВА. Тогда оно держится нормально, более-менее. Все равно некоторые отскакивают. Все равно. Ну, я их назад приделываю. Вот так. Вводим сюда. Войда. Восема хватит. Так. Жидко выдаем. По такой пленке стало удобно, не надо ни срезать, ни чать, раскатывать удобнее. Уже какие-то у меня навыки появляются потихонечку, чему я, естественно, рад. Остаток сразу спрячем, потому что на воздухе и быть нельзя, она тут же покрывается какой-то, черствеет короче. Надо опять смазывать водой. Поэтому я сразу сейчас ускорю. Вот так. Ну и берем клинок. Разбавляем водой. Ну и начинаем. Хватаем любую. Кстати, учитывайте, что она садится процентов на 8, наверное. И посему появляются щели. Но в этом случае-то это не критично совершенно. Потому что между этими кирпичиками можно быть щели. Вот туда раствор, если что-то замажем. Но экономит она хорошо. Килограмм стоит 9 евро. А, допустим, FIMO будет стоить 450 грамм и 16 евро. То есть есть смысл. То есть есть смысл. Экономить есть. Есть. Если появляются такие щели. Всегда можно их замазать. Вот и все. Вот и. Почти, что все. Так, едем дальше. Ну я вас не буду утомлять. Покажу уже готовые. Ну вот. По просьбе одного из. Или по предложению одного из моих давних подписчиков. Я решил сделать кошку. На крыше. Очередного флюгера. Так. Сейчас ее обведем. Такая схематическая. Схематичная. Я надеюсь, будет видно. что это кошка. Грациозная такая. Хорошая кошка. Так. Оставим свет побольше. Вот так. Вот так. Ну и. Звернемся. Лишнее отсекаем. Ну и. Тут. А. 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 И аккуратно начинаем выводить. И аккуратно. Есть что-то такое дело. И далее. Мелкие, конечно, детальки. Ух ты. Справимся. Все. 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 Отправим в запеканку. Вроде похоже на кошку. Теперь надо отправить ее запеться. Аккуратно. Аккуратненько снять. Снял. Аккуратненько. Аккуратненько снять. Температура. Аккуратненько. Аккуратненько. Молодец. Отпустили, тепли, тепли, тепли. Молодец. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну вот, как заказывали. Вот вам и кошка, немножко. Ну, теперь осталось еще пораскрасить тут немножко и дать высохнуть до завтра. И потом буду прилеплять вот сюда. И одна часть замка будет готова. И предстоит еще правая часть. Так, на этом я закончил. Всего доброго, друзья. Пока.